Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и в ближайшие несколько минут я расскажу о своих впечатлениях от игры Two Point Hospital. Разработчики честно предупреждают, что это ремейк известной булфроговской игрушки Them Hospital. Более того, многие разработчики и главный геймдизайнер в свое время работали над Them Hospital. Я вам его, кстати, стримил, как-то показывал год назад. В этом и плюсы и минусы новой игры. Кстати, игровой процесс Two Point Hospital тоже я вам показывал в стримах, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описаниях к этому видео. Плюсы заключаются в том, что, конечно же, несмотря на то, что Them Hospital вышел аж 20 лет назад, ничего подобного с тех пор все равно среди игр не появилось. Это оригинальная, смешная и необычная игра. Тайкун, то бишь управленческая игра в мире медицины, вам дают под управление какую-то больницу, госпиталь, и вы ведете его к процветанию. Но необычность именно Them Hospital и Two Point Hospital в том, что все болезни выдуманные. И в одном из интервью геймдизайнер этой игры рассказывал о том, что когда мы начали создавать тайкун про больницу, поняли, что он получается очень-очень скучный. И мы решили тогда выдумать свои болезни, чтобы было весело. Вот в случае Two Point Hospital, например, клоунов лечат от клоунизма, больных людей кубизмом округляют, черепахоголовым вытягивают голову из плеч, больным просветитом выкручивают лампочку из головы и прикручивают нормальную голову. В общем, и так далее, и так далее. Все остальные болезни тоже всякие смешные. Германия величия, раздутое эго. И, кстати, тут сразу можно сказать о локализации. Локализаторы постарались и перевели. Название болезней тоже близко к смыслу, так что и в русской версии можно посмеяться над названиями, что я, в общем-то, во время стримов и делал. Правда, озвучка осталась английской, что, конечно, большой минус, потому что если вы английского не знаете, вы теряете львиную долю очарования, потому что и объявления по больнице смешные, и голос по радио смешной. Там даже есть несколько диджеев разных, которые свои болячки вспоминают и упоминают всякие эпидемии, которые происходят во время игры. А так, в принципе, ничего не поменялось со времен The Hospital. Сначала вы ставите диагноз вашим пациентам, потом их лечите. В этом, собственно, в том, что ничего не поменялось, и кроется один из минусов игры, потому что сегодня Two Point Hospital выглядит несколько устаревшим. Все современные стратегии, тайкуны имеют более динамичный игровой процесс. Ну, что сказать, вас ведут по сюжету, выдавая по одной больнице постепенно. Чтобы пройти дальше, вам надо хотя бы одну звезду заработать, то есть выполнив определенные задания на этой карте. Так вот, даже выполнение этой одной звезды может затянуться на часы. А уж если на три звезды вы решите пройти, то еще дольше. Причем сложности, на самом деле, в игре особо нету. Просто она вот так неспешно развивается. Еще один минус. В игре почему-то нету песочницы. Хотя по каким-то косвенным данным, вроде как, если вы пройдете полностью, то там и откроется песочница, но это очень странное решение для стратегии, для тайкуна. Немного есть людей, которые любят проходить кампанию по заранее каким-то заданным параметрам разработчиками. Многие хотят просто запустить песочницу со всеми доступными возможностями и сидеть бесконечно развивать свой госпиталь. Еще почему-то очень много времени отдано на декорирование вашей больницы, то есть на привлекательность. Нет, я не спорю, что можно там повесить пару картин, но это иногда занимает больше времени, чем установка новых кабинетов. То есть у больницы должен быть определенный уровень привлекательности, причем на некоторых картах от этого даже прохождение зависит. А для того, чтобы этот уровень привлекательности был на определенном уровне, вам надо в кабинетах кучу картин повесить, расставить кучу цветов, и это действительно очень быстро надоедает. Причем в оригинальной игре подобного, по-моему, не было. Любое это декорирование, это просто для красоты было, если вам хотелось повесить какие-то картинки. Пускай будут. Кроме того, надо много однотипных кабинетов ставить. То есть в каждом здании как минимум по туалету, по комнате отдыха, очень много врачей-терапевтов разместить надо. А так как каждый раз этот однотипный кабинет надо ставить заново, то это тоже начинает раздражать и отбивает всякое желание развивать больницу. Почему бы не сделать какие-то шаблоны сохраненные, чтобы вы просто этот кабинет ставили, и он начинал работать. Ведь вам не просто надо периметр кабинета обозначить, но в каждом кабинете по рабочему месту, по шкафчику, опять же эти бесконечные картинки развесить на окнах. В общем, очень странное решение, и такое ощущение сделано чисто для растягивания времени. Хотя и так прохождение уровня долго. К тому же цена на игру довольно высока. Я не считаю, что в России платить 20 долларов за Two Point Hospital стоит. Так что я вам рекомендую подождать распродаж. Да, сейчас игра стоит 1400 рублей в системе. И это еще, как всегда, для России цены снижены, потому что в тех же США игра стоит 35 долларов, а в Европе 35 евро. Тем не менее, игру лично я рекомендую, но с большими-большими оговорками. Я не знаю, понравится ли она современному поколению, потому что игровой процесс в ней действительно неспешен. Да, прикольно посмотреть там первый раз каждую эту болезнь, но реиграбельность у игры практически никакая. Хотя, будем откровенны, и у оригинала, у прародителя The Hospital были примерно те же проблемы. Потому что один раз сыграв в него, пройдя полностью кампанию, очень долго в него возвращаться не хочется. Но я поэтому и сказал, что Two Point Hospital это такая игра, сделанная в ретро-стиле. Хотя визуально она выглядит отлично. Эти все болванчики, которые ходят по вашей больнице, каждый занимается своим делом, даже по их движению можно понять, чем они болеют. Это все сделано качественно, визуальный стиль хорош. Правда, технически тоже есть проблема. Игра периодически подвисает, она у меня, правда, не вылетала, но по какой-то причине со временем, там, минут через 40-50 после начала прохождения уровня, начинаются легкие притормаживания. Хотя никакого обращения ни к диску нету, ни занятой памяти не наблюдается. Собственно, в этом обзоре можете видеть, что иногда картинка так слегка замирает. Ну и несмотря на то, что это вроде как ремейк, но некоторые фишки оригинала пропали. Так, например, умирающие пациенты почему-то здесь становятся привидениями и летают. Хотя в оригинале вроде как просто душа отлетала и ее забирали либо ангелы, либо демоны. Пациенты как-то меньше засирают вашу больницу, хотя может быть это просто потому, что я слишком много понакупал санитаров и мусорок. Да, кстати, претензия к переводу. Здесь почему-то уборщики называются санитарами. Очень странный у пациентов поиск кабинетов и врачей. То есть больше всего у вас будут умирать пациентов не потому, что вы их хреново вылечили, а потому что вы просто не успели поставить им диагноз в связи с тем, что они долго сидели в очередях. И самый лучший способ проходить на самом деле сейчас карты – это просто открывать весь список пациентов и отправлять домой тех, кто уже практически умер и у кого очень низкий шанс поставить диагноз. Просто их выбираете, отправляете, у вас на некоторое время падает уровень лечения, но так как вы благодаря этому освобождаете место в очередях и ваши врачи начинают намного быстрее ставить диагнозы, то со временем ситуация выправляется и вы проходите карту. А так, конечно, есть некоторые претензии к интерфейсу, хотя очень много информации нам показывается. Например, невозможно поставить установку, чтобы пациенты с низким уровнем здоровья первыми проходили в очереди. Надо постоянно каждый кабинет вручную перелопачивать, смотреть, кто там в очереди, кто в каком месте находится. Периодически этот список пациентов просматривать и тоже вручную кого-то отправлять лечиться, кого-то домой. Это тоже реально напрягает и для тайкуна это слишком много микроменеджмента. Тем не менее, мне было весело играть. Это легкий, казуальный, расслабляющий тайкун с веселыми болезнями. Хотя, кстати, можно еще обсудить, какие тут болезни, потому что на самом деле лечение этих пациентов выглядит немножко депрессивно. Приходит чувак, который считает себя Элвисом Пресли или Фредди Меркури, к психиатру, а из него делают нормального чувака. Только что ты был всемирно известным певцом, да, ну, в всяком случае считал себя таким. Тут хоп, а ты опять обычный чувак. Или у тебя лампочка вместо головы. Ну, чем это плохо? А тут хоп, а тебе вывинтили обратно твою тыковку некрасивую, присобачили, иди гуляй. Я уже молчу про несчастных клоунов. Чем плохо быть клоуном? А людей влечивают от этого, и они становятся обычными обывателями. Ужас. Реально какая-то депрессивная игра. В общем, ваши комментарии и мнения по поводу Two Point Hospital жду в комментариях. А на этом все. Играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!